История Одинцовской земли Памятник маршала Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову был торжественно открыт в Одинцове 9 мая 2000 года. Автор и скульптор Анатолий Бичуков и архитектор Валентин Ганкин. По обеим сторонам памятника расположились 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Это было самое массовое артиллерийское орудие, выпускавшееся Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. И все-таки, почему маршал Жуков Одинцова? Все объяснимо. Памятник не просто дань уважения знаменитому полководцу, но и напоминание о том, что рядом с Одинцова в деревне Власиха находился штаб Западного фронта. В октябре 1941 года, когда фашистские войска рвались к Москве для объединения руководства Красной Армии, на западном направлении директивой ставки Верховного Главнокомандования войска Западного и Резервного фронтов были объединены в Западный фронт. Командующим был назначен Георгий Константинович Жуков. 10 октября он прибыл в район Перхушково. В деревне Власиха был развернут штаб фронта. События того времени Георгий Константинович опишет в своих воспоминаниях. Штаб фронта находился рядом с Москвой. Отсюда была слышна артиллерийская канонада. Он представлял собой комплекс больших зданий. Там были различные управления фронта, крупный узел связи. Утром рано, 10 числа, прибыл в штаб Западного фронта. Уже в качестве командующего? Нет, я еще не в качестве командующего прибыл, а прибыл для того, чтобы ознакомиться с делом и вступить в командование. Тогда еще продолжал командовать Коню утром 10. В это время там заканчивала работу в комиссии Государственного комитета обороны. Тут же вскоре позвонил Сталин в штаб. У меня состоялся с ним разговор. И от него я уже, так сказать, лично узнал о том, что мне поручается командование Западным фронтом. Георгий Петрович, а как развивались события в первые дни после вашего назначения командующего фронта? Можайская линия обороны являлась для нас в тот период решающей. И мы в первый вечер, естественно, старались усилить этот рубеж обороны. Ставка напрягала усилия для того, чтобы быстрее подать с глубины своих резервов, соседних участков, стрелковые соединения, артиллерийские части, танковые части. К 15 октября у нас, собственно говоря, там на фронт протяженностью более 300 километров было всего только 90 тысяч активных бойцов. Отсюда, сами понимаете, что сплошной обороны создать никак не представлялась возможность. Поэтому военный совет решил в первую очередь закрыть прочно основные направления. Волоколамское, Можайское, Малоярославское направления. Считается, что именно в штабе Западного фронта родилась идея снять кинофильм о разгроме немцев под Москвой. К бойцам Красной Армии присоединились кинооператоры. Они шли плечом к плечу с солдатами, выбивавшими фашистов из подмосковных сел и деревень. Мы тогда придели решение, и Верховная главная команда утвердила наше соображение. Мы решили создать в тылу, на линии Новозавидовский, Клин, Истринское водохранилище, Дорохово, Нара, Олексин, тыловой рубеж обороны. И готовить его основательно на случай, если нам не удастся удержаться на Можайской линии. На этот тыловой рубеж было много брошенных инженерных частей, москвичи там работали, копали день и ночь. И подходящие части, которые не были предназначены непосредственно для обороны Можайского рубежа, они в качестве резерва оседали на тыловом рубеже. Командующим армиями был дан особо секретный приказ, каждому командующему отдельно приказ был дан. С указанием, что если не удастся удержать противника на Можайском рубеже, то организовано полномерно отходить на тыловой рубеж, прикрывая свой отход сильными оригинальными частями и ударами авиации. Дмитрий Александрович, а какой момент на протяжении всей московской битвы Вы считаете самым опасным для судьбы Москвы? Видите, все моменты были опасны. Но самый опасный момент, я считаю, это период с 10-го, вернее с 6-го по 13-е октября, когда Можайская линия обороны не представляла надежной обороной. По большому счету в 41-м на Власихе решалась судьба страны. Враг стоял в 13-ти километрах отставки. Бойцы 5-й армии, приступив к наступлению 5-го декабря уже к концу месяца, освободили район, а затем отодвинули неприятеля еще на 200 километров к западу от столицы. Не хватило сил у немецкой армии сломать сопротивление вот самому ответственному участку. Вот так же и дело было под Ленинградом. Мы себе отдавали отчет. Что из себя представляет Ленинград, если бы немцы взяли? Это значит, соединившись с финнами, эта вся немецко-финнская группировка имела возможность затем ударить в обход Москвы. И тогда обстановка серьезно осложнилась бы и с обороной Москвы. Тогда надо было создавать новый фронт. Там они провалились, перебросили часть сил суда на усиление на московское направление. Но они здесь получили сопротивление не меньше, чем, так сказать, под Ленинградом. Через несколько лет после открытия памятника Ваненцова приезжала дочь полководца Мария Жукова, которая высоко оценила работу скульптора и поблагодарила руководство города и района за увековечные памяти о ее отце. Что касается вообще памяти о Великой Отечественной войне, мне кажется, что стали уводить именно вот в это настроение, настроение трагизма, скорби, очень многих наших потерь. И, к сожалению, порой забывается героический дух. Когда меня просят рассказать о тех годах отца, я говорю, что меня потрясает и восхищает вот его работоспособность. И то, что он пережил снова всю свою жизнь, начиная с детства, и особенно войну, это очень тяжело, конечно, потому что он проживал каждое сражение. Улица Маршала Жукова растянулась от Красногорского шоссе до Садовой. Это одна из центральных улиц нашего города, на которой находятся жилые дома, магазины, кафе, а также здания администрации. Раньше эта улица называлась Парковой. Действительно, центральная площадь нашего города – одно из немногих парковых мест Ваненцова, которое пользуется невероятной популярностью среди жителей. С установкой памятника знаменитому полководцу Одинцовцев появилась традиция. Ежегодно на День Победы 9 мая от мемориала Жукова до Вечного огня совершается торжественное шествие. Вначале возложение цветов, затем парад военнослужащих, а после горожане в едином праздничном порыве следуют к еще одному значимому месту – мемориалу славы, где совершается лития и звучат речи в памяти бойцах, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. Над твердью голубой есть город золотой, С высокими воротами, с прозрачною стеной В том городе сады И травы, и цветы, в садах гуляют звери, Нездешней красоты. Тебя там встретит огнегривый лев, И белый ел, присполненный очей, С ними золотой орел небеса, Чьей так светит взор незабываемый. Еще одно объяснение, почему памятник маршалу Жукову стал важной достопримечательностью города Одинцова. В северной части немало улиц, названных в честь главнокомандующих ракетными войсками стратегического назначения. Улицы маршала Бирюзова, Неделина, Толубка, Крылова. Ракетные войска были сформированы в 1959 году, однако их прообразом стал штаб реактивных частей из 26 офицеров, которых всячески поддерживал министр обороны Георгий Константинович Жуков. Перед ракетчиками стояла задача решать оперативные вопросы во фронтовых операциях, создавать образцы первых баллистических ракет, а также развертывать ракетные соединения. В 1959 году ракетные войска стали новым видом вооруженных сил СССР. Их первым главнокомандующим был назначен Герой Советского Союза, главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Митрофан Иванович Неделин родился в Борисоглебске, Воронежской губернии, в 1902 году. Окончил приходскую школу, затем вечернюю, а позже трудился в железнодорожных мастерских. Красноармеец Неделин был участником гражданской войны, окончил артиллерийские курсы усовершенствования командующего состава в 1929 и 1934 годах. С 1939 по 1940 годы командовал 13-м артиллерийским полком 1-й мотострелковой дивизии. Затем был командующим 160-й стрелковой дивизии, а также участвовал в Советско-финской войне. Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1941 был начальником артиллерии армии на Южном и Северокавказском фронтах, командующим артиллерией Юго-Западного и Третьего Украинского фронта. В 1944 году был произведен генерал-полковники. После войны Митрофан Неделин внес большой вклад в развитие ракетных войск и становление советской космонавтики. Митрофан Иванович погиб при взрыве ракеты Р-16 на Байконуре во время испытаний. Катастрофа 1960 года унесла жизни 74-х человек, в том числе и командующего ракетными войсками. Событие было строго засекречено. Но начальник космодрома Александр Курушин позже вспоминал, температура при взрыве ракеты была такой силой, что от Митрофана Неделина, находившегося рядом с ракетой, остался только черный след на асфальте. Там же были найдены наручные часы, один погон и оплавившаяся звезда Героя Советского Союза. Останки Машала были захоронены в некрополе Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Воденцово помнят и чтят своих героев. В 70-е годы одна из улиц города была названа в честь маршала Митрофана Ивановича Неделина. А на доме номер 13 появилась памятная доска. 13-й дом на улице маршала Неделина знаменит еще тем, что в нем жил герой Советского Союза Василий Дмитриевич Белозерцев, участник Великой Отечественной войны, полковник Советской армии. Василий Белозерцев участвовал в боях на Брянском и Центральном фронтах в битве на Курской дуге. А в сентябре 43-го младший сержант Белозерцев командовал орудием артбатареи 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Особенно отличился Василий Дмитриевич во время Черниговско-Припетской операции. К моменту представления к званию Героя Советского Союза он отразил три немецкие атаки, уничтожил 10 зотов, 15 огневых точек, три повозки около роты пехоты неприятеля. По окончании войны с 1961 года служил в ракетных войсках стратегического назначения. Это была лишь малая часть биографии Одинцова, связанная с именами знаменитых военачальников. Мы обязательно заглянем с вами на улицу маршала Бирюзова, Чикина, Говорова. Это была передача про город. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин